Да, значит, я вчера работал с господином, и сегодня я буду задвигать на интересную тему. Есть революционный подход к работе с данными, который стал возможным, потому что раньше вместо преподавалось экономить, а теперь вместо много и можно делать красиво и просто. И вот в этом доклад. Факты про егидотомик. Медический дотомик, он про факты. И это и есть факт. Коронорасистский день. А, можно здесь поставить проверку, что там как-то. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Александр Петров. Я известный работник группы в Ирландии. Баник Банков. Java-девелопер с их интеграцией до 2014 года был. Я открыл для себя Closure, и вот этот дотомик сделал возможности для меня, осуществить свою мечту сделать свой проект проект про рекомендацию книг и прочих медиа в котором содержатся знаний. Значит, идея. И вот нам нужно оцифровать какой-то бизнес. Нас интересует какой-то бизнес. Как мы могли бы это сделать? Нас интересует некоторый набор ситуаций во время, про который мы знаем набор фактов, набор набор встречи. И нам важно только вот эти ситуации узнать. И имея некоторый журнал этих событий, мы можем проигрывать весь наш бизнес от любой точки во времени анализировать их с помощью постовой рефорции. Но это не сложно. И к этой идее пришел еще Джон Маккарди в 1963 году, что можно систему симулировать вместе с временем, которое изучено. в 2012 году, но тогда было невозможно из-за ограничений по хранилищу эту идею воспользоваться. Просто раньше времени. Некие большие инвестертики, в 2012 году осознал, что пришло время, у него подходящий был background. Он создал язык тоже. И они очень созвучны с вот этой идеей, язык функциональный, функциональный способ представления, информации о бизнесе и о чем угодно, о мире. И вот в 2015 году он реализовал, а вот этот подход, что мы можем симулировать в течение времени и ситуации вместе, и, например, прогонять его, можно использовать симуляционное тестирование, которое дает очень мощные результаты, и раньше, которые делали невозможно. Вот они оба им писали эту базу, и сделали вокруг этого бизнес-соценевший потенциал, которые никак не мешают, они не хотят себе пасти. Они хорошо запрещены. И что является самой минимальной единицей в этой модели? Это есть фактор. Пример факта. Вот есть у нас музыкант, гитарист Rock'n'Fone. Мы про него знаем, что он с 1979 года играл в группе Yellow Jackets. Потом, в 1986 году, его пригласил в Майлс Дэннис. Появился новый факт, что с 1986 года Робин Форд играет в Майлс Дэннис. Вот такие факты. То есть это вот один атрибут, то есть представляется сущность, атрибут какой-то, его значение, и начинается с какого-то момента времени это является здесь. И к одной сути, может быть, сколько угодно атрибутов относиться. Что это нам дает? Это нам дает неизменяемость данных фактов, что он свершился в данный момент времени. Все. Мы никогда ничего не меняем. То есть это похоже на бухгалтерскую книгу, в которой мы на бумаге записываем транзакции. Если что-то меняется в мире, мы делаем новые записи, мы никогда не сатираем старые, мы делаем только новые победы. Но, как я уже сказал, раньше такое не забыло сделать компьютер, что-то приходилось оптимизировать вот это место. А теперь это не так. И можно эту мечту в Макарте реализовать. Значит, конкретно чем отличается вот это вот хранение данных, ориентированное на место, когда мы куда-то записываем значение. Потом нам надо, если что применялось, опыт в этом месте переписать. То есть, например, у нас проект жил на какой-то улице, а потом он переездил. Мы стираем старое значение, и больше мы никогда не узнаем, что он там жил, и если у нас нету Е3, то ладно, мы как-то перегружаем эту историю, а у нас у нас не жир, он для всех створен, и через кастерию реализовывается. И вот он теперь жил на моих госпитах, где он раньше жил, мы забыли. А если у нас хранилище, вокруг фактов делается, вот у нас был факт, что он жил на Spring Street, где-то сфиксировано в транзакции 15, условно, у нее там есть время, это то, что так ли же факт переместился, все живет теперь, он с транзакции 36, то есть нам Эйплесс. Красота старая у нас есть, новые, плюс. Что нам дает вот эта иммутабельность данных? Мы даем гораздо более простую архитектуру, для того, чтобы это реализовать. то есть она, я не буду сейчас углубляться, но мы их пишем через один процесс, отчитаем, вот эти данные, загружаются в предыдущих серверов, дам их лопать, как нам надо, то есть с историей. для этого мы используем, как у всех SQL используется, здесь зато мы используем такой уже классовый язык, подможество пролога, созданных 70 лет. Как выглядит этот типичный, ну, простейший запуск? Есть у нас собаки и их хозяи, мы хотим получить имена всех хозяев, у которых собаку зовут Тиньев. Слева у нас стоит инфеккатор сущности некий, и вот они сказаны, что вот эта собака и владельцем является у него вот такая имена в другом, изменились. Но сам этот язык, он ортогональный, в общем, в модели факт истории его можно самостоятельно использовать как мощный инструмент. И есть open source на реализация дата скрипта от Ленина Прохопова, очень мощная штука для описания фронтендов и не только. И, собственно, для чего его можно использовать? Чтобы в single-page application хранить состояние не просто там в каких-то списочках, в мапочках, а в виде базы данных чтобы взять вот такие запросы красивые. И вокруг этого довольно красиво будет устраивать. Либо мы можем по базе знаний, в которой у нас все записано в виде вот примерно вот так плавно попадается. Можем генерить, например, там html вставления с наименьшей сложностью, которая может появиться в такой задании. то есть что вот этот домик какие у него супервозможности для нас открывает. То есть нигде такого не было, а здесь есть. Мы можем получить полное значение базы данных относительно любого момента времени консистентного и делать любые запросы. раньше нам нужно было для этого делать еды. Можем исторические запросы делать, как там менялся такой датки можем эффективные запросы делать. Этот запрос как вот этот запрос какой результат даст, если мы эту базу записали еще таких вот фактов, при этом фактически будет записано. и прям сам запрос на меня сменяется как то, что мы ему напрос даем. Можете функции реализовывать но это не очень прекрасно. А! Можно реактивную систему делать, которая подписывается на изменение каждого атрибута и все, что надо делать. Потому что у нас вот это место, в которое мы все записываем, и транцилируем на всех, кто на этом повысался. По мсам, исковым. у нас есть два важных принципа мы стремимся к техническому совершенству и стараемся упростить максимальную систему, чтобы быстрее адаптироваться к изменению и точнее. И что нам в этом мешает, с чем мы боремся. У нас есть два источника сложностей. Один есть самой группы подачи называется перед комплектом. А есть сложность, которая высвана неодокватными решениями и подходами, которые мы берем по каким-то причинам. Какие это могут быть источники? Нам данные нужно где-то персистить. Было бы, конечно, прекрасно, если бы мы все в памяти держали, на наших объектных языках записали, но надо все это где-то персистить. И как до сих пор мы вынуждены персистить в новой эволюционных фазах, но мы оптимизируем это место, которое мы принимаем. И при этом следующая проблема, которая большая. Вот есть две проблемы. Применование сложности и инвалидация кэши. Когда у нас неизменяемые данные, у нас кэши никогда не инвалидируют, у нас появляются новые данные. Старые как-то не нужно продолжать его. История нам все равно для многих людей нужна аналитические запросы, как аналитические происходят. Поэтому приходится делать экстракт, трансформы от процедуры, которые наши операционные базы данных выгружают аналитические. Целая песня. Интеграцию нужно делать. Мало, что можно в принципе неизвестное слово, но можно сделать красиво. что может пропустим и базы данных у нас вынуждены так как они не должны бороться с как-то проблем конкуренции решать при записи. У них очень много возводов уходит на разруливание, потому что многие пишут, но они читают. Они очень сложные и сейчас модно заниматься тем, что в все нагруженные приложениях нужно штабировать запись и чтение в отдельных сортинг с ПРС эти проблемы решают. Но я не буду исправиться, а я буду. Причем этот Томик на все эти проблемы перечислил дает очень простые решения. И я больше проакцентировать на примерах как это может выглядеть. Значит, чему вот это стоит интересоваться? во-первых, мы в голове как-то себе представляем информацию и нам нужно ее цифровать и хорошо было бы чтобы она максимально прямо отображалась как мы данные храним и как их собрать. и вот Антоник эту проблему решает. Я сейчас покажу пример. Разность вот как выглядит некая книга у нее есть некий идентификатор с которым он связан с другими существа. тайтл саптайтл и связь с авторами которые у него есть. Такой кэш-мэп вложен. и запросы выглядят примерно так. У меня система про рекомендации и других меди. Хотим получить рекомендации которые были выполнены таким-то юзером. для этого мы получаем то что они выполнены в модели обратной связи если она выполнена то у нее биткомплей true она связана с рекомендацией использованием и мы заодно еще получаем таймстэп когда она была выполнена и вот такой запросы по сути по сути ехать долго когда я однократно стал абсолютно лишен тех то есть сложных добавленных ограничений костылей которые есть во все равно мейнстриме я смог свой открытпочек реализовать и его можно локально себе поставить и рекомендации я спланировал сделать генерацию html по сути по сути по сути и по сути мейнсорс это паттерн на решение проблем которые сейчас по большому счету неактуальны можно сказать ну как же так хранить хранить всю историю но евристика такая есть если данные ценные то история не нужно экономить на спичку это дает большую мощь бизнесу и в любом случае вы затотомик загружает память все состояние базы но на самом деле он загружает горячее состояние базы что вы конкретно сейчас используете то же самое что вы загружаете чтобы быстро иметь доступ горячим данным или просто вы загружаете в память в любом случае затосет вы в памяти правительство но дотомик умнее кучу преимуществ тот самый большой концерн дотомик он проприетарный он действительно проприетарный всегда будет проприетарным если фирма которая закроется то это очень нефтичная но ее сделали суперумные современности респитки из Тьор Человой который опыт на двоих 60 лет и все это написано на клоушин поэтому там они за год реализовали и к тому же она находится проприетарная закрытая но зато очень приятная модель бесплатно используем всякие ограничения потом наш бизнес полетел мы можем заплатить 5000 долларов без проблем а если мы интерпрайз мы так за 20 даты платят за еще 7 а некоторые думают что на клоушин использовать и поэтому дальше не смотрят на самом деле удобно использовать любыми языками а для платформы есть удобно и устаревшие по мере необходимости платформы делают клиентские библиотеки в которых есть удобные бинарные а зачем я все это делаю меня посвящает масштабность этой идеи лучше что я за за свою карьеру еще 5 или годы и сами идеи которые заложили мотовик они восхитили я хочу чтобы люди на них стали а если станет интересно изучили немножко язык запросы обновились и если есть идея но останавливается сложность которая есть у мертвы мы сделали честно мы начинаем русские друзья товарищи и крутим двое и я глупая мечта чтобы кто вы написал до домик узор сны и это было бы прекрасно чтобы сейчас до то не а по увл Учёба власти, они принадлежат в доме, это круто, ездят и неважно. В 7-м занятии, сейчас 62 места. Учёба. А в идеале что будет? Когда-то, в 20-м веке. В интернете можно было бы выбрать компанию, только на 100-м в Москве. Потому что там еще будут хорошие, продукты они делали, интересные. И... Хватит! Ага Молнычёба! В Валерий Курасов, который уже может помочь. Если это... Мы очень успеем. В ВВЕРО! Бежим! В ВВЕРО! В ВВЕРО! В ВВЕРО! В ВВЕРО! В ВВЕРО! В ВВЕРО! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, ноутбук, как любишь, жесты дневные, транскопер, полный теорет, грузик, параллельный. Он меня открыл в отеле 2013, когда он уже вышел, по сути, знакомый с ревер-жестом, с которым я... Спасибо за внимание. Никита Прокопов, наш суперпродуктивный товарищ полкингер в сообществе. Васильчикова Наталья. Номер заканчивается на 17-е марта. Наталья Васильчикова. Доклад я делал в изначальных докторах. Метал был в Супер. У меня в Путеве Сергея Хаченко, организатор. И в последний раз. Тишина, жаль. Наталья Васильчикова, приходитель замокного клуба. Докладов. Которые давно не шутаются. Переворачиваешься. Метал, номер классный. Кроме того, прикольно. Саша, вот отъезд, вот сделал. И Макс, сгенерировал господин. Здесь такие вкусные суточки на подкастах, где вот это все обсуждается в конкурсе на языке. Огромное спасибо. А теперь, мальчик. Михаил Остряков. Михаил Остряков. Спасибо. ПО NiçinIu. ПО NiçinIu. Япал National Parkên тюрь Wave DS. Спасибо.